МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заседание восьмой сессии второго созыва Национального собрания Западной Армении состоится в субботу, 17 декабря 2022 года в 12.00 по Армении, в 9.00 в Франции и Леон, в 4.00 в Франции. В 12.00 в Аргентине, в 22.00 в Лос-Анджелесе состоится заседание восьмой сессии второго созыва Национального собрания Западной Армении. Заседание состоится в последующей программе. Часть 1. Вступительная речь председателя парламента. Утвердить список присутствующих и отсутствующих на заседании депутатов и полномочия уполномоченных депутатов. Представить и утвердить повестку заседания. Представить и утвердить новые кандидатуры депутатов. 30 подписей. Последний срок до декабря 2023 года. Депутатские комиссии Национального собрания, в частности, должны быть подотчетны председателям комиссии за текущий период. Все отчеты в письменной форме. Комитет ветеранов и инвалидов патриотических, общественных и муниципальных организаций. Бреш Абрамян. Юридическая комиссия. Комиссия по разработке законопроектов Нелли Арутюнян. Новые возможные изменения во внутреннем урегулировании и обсуждении новых исполнительных резолюций текущего года. Организация предвыборной кампании. Выступление депутатов. Леонардо Басмаджан. Араки Шищан. Асатур Байкос. Перерыв. Вторая сессия. Выступление депутатов. Выступление президента Западной Республики Армения. Армена Акабрамяна. Предложение изменений в национальной конституции. Выступление премьер-министра и министра правительства Западной Армении. Заключительная речь председателя парламента. Резюме сессии. Нелли Арутюнян. Председатель национального собрания Западной Армении. Село Карна находилось в провинции Хизан. Вилает и Бетлис в Западной Армении. В долине одноименного притока. Село было заселено армянами. Местность была горная и в основном покрыта лесом. Обрабатываемых земель было мало. Имело пышные пастбища. Карна была центром письма. Население занималось скотоводством, земледелием и ремеслами. Была церковь Суп-Керакос, при которой действовала приходская школа. В 1880-х годах село было присоединено к деревне Мамартанг. Особенно тяжелым ударом для армянского населения стало разрушительное вторжение шейха Джалал-Леддина в 1877-78 годах. Что опустошило многие села Мамартанг. В 1895-1996 годах два десятка местных армянских сел, в том числе Карна, Шенахфюр, Гузенц, Гомер, Сен-Америка и прочие подверглись геноциду со стороны турок. Здесь насильственное верообращение приобрело повсеместный характер, в результате чего коренное армянское население вынуждено мигрировало с родной земли. Большая часть армянского населения была истреблена турками в 1915 году во время геноцида. Часть армян, спасшихся от резни, в 1918 году эмигрировала и обосновалась к северо-западу от озера Умрия в иранской провинции Салмаз, также в Восточной Армении. В эфире Вестер Армения ТВ журналист Роза Катчици и культуролог Арине Акупян обсудили культурные темы, в частности говоря о культурном направлении, которое формируется в нашем регионе. Культуролог отметила, что происходящие войны и агрессии являются проявлением сокращения культурной жизни, в результате чего страдают культурагические нации, а варварские племена продолжают действие захвата. Госпожа Акупян представила также последствия культурного геноцида на территории Западной Армении и за ее пределами. Касаясь культурной составляющего, преподаваемым в школах она отметила, что сегодня в школах ситуация в этом плане не очень хорошая и дети недостаточно обучаются и знакомятся со своей культурой. 12 декабря в Ереванском Атандаране стартовал 4-й глобальный форум против преступления геноцида, посвященный вопросу предотвращения геноцида в эпоху новых технологий. Форум обращается к вызовам, возможностям и перспективам применения новых технологий в деле предотвращения геноцида. Мероприятие было организовано при поддержке специального советника Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцидов в тесном сотрудничестве с Международной ассоциацией исследователей геноцида и глобальной операцией по предупреждению массовых преступлений ГААМАК. 4-й глобальный форум также посвящен принятию Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и Международному дню памяти и достоинству жертв преступления геноцида и предупреждения этого преступления, которое отмечается ежегодно 9 декабря. Форум завершится принятием декларации о совместных действиях по использованию потенциала передовых технологий для раннего предупреждения и предотвращения геноцида в других жестоких преступлений, а также борьбы против их аннулирования. Один из участников глобального форума против преступления геноцида, заведующий кафедрой изучения холокоста и геноцида штатного колледжа кино, соучредитель Института предотвращения геноцида Лемкина Элиза фон Джоиденфорги, отметила, что придает возможность роли международного сообщества в том, чтобы заставить Азербайджан отказаться от геноцидальных намерений против армян, армянного Карабаха и Армении. По ее словам, международное сообщество должно дать понять, что геноцидальные нападения на армян в Арцахе, Армении или другом месте получат сильный ответ, будут тяжелые подсветления для действий против армян. И все это должно быть сделано дипломатическим путем. Я думаю, что международное сообщество может применить санкции против Азербайджана, что некоторые важные страны, которые сотрудничают с Азербайджаном, могут укражать отменить свою экономическую и военную помощь Азербайджану. Заключение сказала Лиза фон Джойден Форги. Родник в провинции Артамет губернии Ван в Западной Армении построен в память об известном художнике родом из Вана Аршил Горького, находится в полуразрушенном состоянии. В свое время Мэрия Артамета восстановила родник, который находится рядом с домом, принадлежащим семье всемирного известного армянского художника. На территории источника установлена табличка с биографией художника на армянском, курском, английском и турецких языках. На камнях родника на четырех языках написано «Родник Горького». Комментируя нынешнее состояние источника, депутат Карл Пайлан сказал, на место рудника Горького насчитывается тысячелетняя история. Там находится холм урадского периода, к которому также нет уважения, имеются руины церкви, они также находятся на грани уничтожения. На армянском кладбище сначала построили уборную, затем превратили в школу. Все это свидетельствует о неуважении. В селе, где жил Алшив Горький, были уничтожены все следы его жизни и присутствия там армян. Остался вот только этот символический рудник. Конечно, имеющееся неуважительное понимание истории не может терпеть существование оставшегося рудника. То есть, как уже и говорилось, неуважительное отношение не только к этому конкретному источнику, но и к целой истории ее следам. Алшив Горький, художник мирового масштаба и этому международному сообществу, должно дать четкую оценку. Константинополь. История войны, распада, оккупация и сопротивление в 1914-1922 годах, организованный фондом Гранта Динка 4-5 ноября. Одним из спикеров форума был Несим Овадя Израиль, который в своем выступлении под названием «Подъем армянской театральной деятельности» в Стамбуле в годы перемирия коснулся истории армянского театра. Театр в европейском стиле вошел в османское общество в XIX веке благодаря армянам. Когда в 1908 году был принят конституционный порядок, деятельность армянского театра была разрешена. Молодые армянские артисты в первые дни 1908 года и во время резни в Адане с большим воодушевлением создали группу «Свободный театр». В 1910 году турецким театральным труппам посчастливилось сыграть с ведущим артистом армянского драматического искусства Ваграмом Попадзяном. В результате этого сотрудничества в апреле 1912 года актер новой труппы Муксин Эртугрул на турецком языке Ваграм Попадзян на армянском представили двухязычную трагедию «Гамлет». После Второй мировой войны в условиях царящей в мире демократии антифашизма в Турции вновь был разрешен армянский театр. Армянские сцены, возрожденные профессиональными спектаклями, начали процветать, что длилось около 10 лет. Однако политика вытеснения немусульманских граждан из политики и ассимиляции в событии 6-7 сентября 1955 года и подобные события положили конец процветанию профессионального армянского театра. И флаг театра взяла на себя любительско-армянская сцена, которая с годами теряла свою мощь. Сегодня армянский любительский театр продолжает свой путь на низком уровне, заменяя армянские спектакли турецкими. По словам юриста Рафаэля Лемкина, геноцид это не только уничтожение национальной религиозной группы, но и уничтожение национально-духовной культуры. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что параллельно с массовыми погромами и депортацией армянского населения в Западной Армении, младо-турецкое правительство преднамеренно и программно уничтожило также материальное свидетельство армянской цивилизации. Политика младо-турок по уничтожению историко-культурного наследия армянского народа продолжилась и в республиканской Турции, поскольку они рассматривались как нежелательные свидетели армянского присутствия. Начиная с 1920-х годов на оккупированной территории также начался процесс изменения топонимов в Западной Армении. Армянские географические топонимы заменены турецкими. По данным ЮНЕСКО в 1974 году, согласно данным из 913, сохранившихся после 1923 года армянских историко-архитектурных памятников, 464 полностью исчезли, 252 находятся в руинах, 197 в полном ремонте. Уничтожение или присвоение армянского культурного наследия является продолжением турецкой политики геноцида, осуществляемо против армян. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!